В детской поликлинике с 20 августа идет прививочная кампания против гриппа. Всем желающим бесплатно делают прививки препаратом Гриппол+. Всего в лечебное учреждение для детей поступило 2698 доз данной вакцины. Привито у нас 1500 человек, что составляет 23% от плана. Напомню, что запланировано привить всего более 6500 жителей нашего города. Вакцина поступила вся в полном объеме для вакцинации детского населения. У нас поступила вакцина Гриппол+. Для вакцинации взрослого населения впервые поступила новая вакцина СОВИ и Грипп. Дети очень хорошо переносят прививку. Возможно, однократное повышение температуры 37-37,5. Перед прививкой обязательный осмотр у педиатра. Врач выясняет, не болеет ли в данный момент ребенок и есть ли у него аллергия на куриный белок. При отсутствии противопоказаний и согласии родителей на вакцинацию делают прививку от гриппа. Вакцинации подлежат детки от 6 месяцев до 3 лет. Эти дети прививаются два раза, то есть делаются двукратно. От 3 до 70 лет делаются однократно прививочкой. Дети очень хорошо переносят. Научно доказано, что прививка надежно защищает от гриппа. Это заболевание распространяется воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек. Гриппа опасен еще своими осложнениями. Это такие как отиты, риниты, синуситы и так далее. Плюс осложнения на сердечно-сосудистую систему, на нервную систему. И одно из наиболее часто встречающихся осложнений – это развитие внебольничных пневмоний. В период сезонного подъема заболеваний в начале этого года было подтверждено 17 случаев лабораторно доказанных внебольничных пневмоний. Из них 4 случая заболеваний обнаружено у взрослых. Остальные 13 – у детей. Медики отмечают, что все заболевшие не были привиты от гриппа. Между тем, есть категории населения, которые должны прививаться от гриппа в обязательном порядке. Это школьники, воспитанники детских садов, сотрудники социальных учреждений, а также воспитатели, врачи и учителя. Сказали сделать прививку в школе. Вы работаете в школе, да? Да, в школе работаю в четверти. Люди идут охотно. Сейчас такая еще пора, когда простудных заболеваний не так много, поэтому народ идет с большим желанием. Но у нас в день где-то человек 60-50-40 по журналу проходит вакцинация. Конечно, человек может отказаться от вакцинации. Это право гражданина прописано в 157-м федеральном законе. Но в нем прописано и следующее. В случае отказа, например, дети, посещающие дошкольные учреждения и школы, во время подъема заполеваемости отстраняются от посещения данных учебных заведений. Работники образования и медицинские работники также отстраняются от работы тех, у кого нет прививки. Сегодня отмечают медики самым эффективным методом борьбы с гриппом и его осложнениями является вакцинация. Поэтому врачи призывают губкинцев воспользоваться возможностью бесплатно сделать прививку от гриппа. Время у граждан есть до 1 октября. Екатерина Склюева, Илья Квасов, Новости Губкинского.